Мы только мертвы и не славы, Господа. Но мы живые. Мы живые. И не просто живые, а живее всех живых. Потому что Господь дал нам не просто жизнь, а жизнь с избытком. Да? Мы особенно живые. Ну что же, драгоценные мои, какой у нас с вами идет месяц? Месяц март, это месяц веры. Да? И мы с вами говорили, что сия победа, победившая мир, есть вера наша. И о чем мы с вами рассуждали в прошлые два служения? Что происходит с нашей верой? Кто помнит отечники? Вера растет. Как она растет и углубляется? Слышали веру? Растет куда? Вверх. Вверх. А исполнение веры? Углубляет. И укореняет. Совершенно верно. Когда мы слышим Слово Божие, вера наша растет. Вера растет от слышания Слова Божьего. Но исполнение этого слова делает нашу веру основательной. И когда приходят ветры, бури, испытания, дом веры, который мы строим через исполнение, а не только через слышание, он может выстоять. Аминь. А дом веры, который мы только отслышали, только вверх, но у него не было фундамента, у него не было корней. Этот дом очень часто разрушается. Но слава Господу, что не страшно, если дом ухнул веры. Вы это усвоили? Да. Вы усвоили? Конечно. Будет новый славнее прежнего. Оля, молодец. Потому что Бог наш, это Бог восстановления. Он восстанавливает разрушенное и засаждает опустелое. И сейчас по графику мы с вами читаем Иова. Кто читает по плану библейскому, да? Мы читаем Иова, и там есть такое место, замечательное, наказание вседержителя вас. Не отвергай, ибо он сам причиняет раны и сам обвязывает их, да? Как важно нам научиться этой мудрости Божией. А то нам кажется, раны причиняет только дьявол. А Бог, он только лекарь, он только обвязывает. Да нет, дорогие мои. Бог и причиняет раны. И обрезание нашему сердцу, обрезание крайней плоти нашего сердца очень часто делает Господь. Аминь. Это нормально. Это хорошо. И сегодня у нас с вами новая как бы тема, да? Она тоже о вере. Но сегодня мы будем говорить немножко о другом. Сегодняшняя тема называется так. Вера, действующая любовью. Откройте Галатам 5 главу, 6 стих. 5 глава, 6 стих. Вера, действующая любовью. Вообще книга Галатам, если вы знаете, если не знаете, я вам скажу, это книга по благодати и закону. Вообще Павел, он рассуждал с Галатами на тему, как же им теперь правильно жить, по закону или по благодати. И вот здесь он им объясняет, в чем же разница, когда люди живут по закону и в чем, когда живут по благодати. В чем, собственно, приход Иисуса Христа, в чем заключался. И вот здесь написано в Галатах, в 5 главе, в 6 стихе. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. То есть обрезание, это что? Это был закон. Это по закону нужно было обрезаться всем евреям, да? И здесь через эту фразу можно сказать одним словом, что во Христе Иисусе не имеет силы закон, но вера, действующая любовью. Во Христе Иисусе закон не имеет силы, но вера, действующая любовью. Это очень важная истина. Очень важная истина. Знаете ли вы о том, что каждый из нас с вами будет проживать слово? Говорит, что-то эта фраза. Некоторые читают Библию так диссоциировано. Мало, это было с израильским народом, это было с героями Библии, о, это с Давидом было, о, это было с Самсоном, со мной такого никогда не будет. А это было, ну вообще, что там Аху дал Соломон в конце жизни, со мной этого никогда не будет, да? И мы читаем и думаем, Петр, эх, Петр, Петр, ну ты вообще взял и предал Иисуса, да? Аж три раза отрелся в конце. И мы читаем эту Библию, и мы как бы смотрим со стороны и думаем, ну, умный, он же учится на чужих ошибках, да? Поэтому со мной этого никогда не будет. Но знаете, что я вам скажу? Силу в ваших словах будут иметь только те свидетельства, которые вы прожили. То, что вы не прожили на своей собственной шкуре, никогда не будет познанно. Знаете, когда Дмитрий говорил эту фразу, «Ныне я познал», он что-то имел в виду. Он имел конкретный опыт хождения с Богом. И нам с вами нужно приготовиться к тому, что однажды мы с вами будем проживать Слово. Мы будем находить себя в тех событиях, которые мы читаем в Библии. И однажды ты будешь чувствовать себя как лох. И будешь говорить, вроде человек я, богобоязненный, непорочный, справедливый, удаляющийся от зла. Что такое? Откуда эти проблемы? Откуда эти испытания? Так? Однажды ты будешь чувствовать себя, может быть, как Петр. Однажды, может быть, ты будешь чувствовать себя, как Давид-победитель, который въезжал на городе и следил в день из слова Победа Божьей, да? И говорил, «Я один положил тысячу проблем». Мы все с вами будем проживать в Писании. Если ты никогда не находишь себя на страницах Писания, значит, ты сегодня пока еще теоретик. Ты не практика. Поэтому будьте готовы к этим вещам. Каким образом мы проживаем слово на своей шкуре? Это такие обстоятельства, которые помещают тебя в слово. И начинается процесс творческого преображения. Скажи, творческое преображение. Кто из вас хочет однажды явить в образы подобия Божьего? Так? У всех у нас есть цель. Мы хотим, чтобы этот ложный образ, который на нас навешал дьявол, он ушел из нашей жизни. Этот верхний человек, да? был полностью совлечен, скинут с нас. И нам очень хочется найтись в образе и в подобии Божьего. Так вот эта трансформация, она не происходит просто так. Но она происходит через различные процессы, через различные события, через различные обстоятельства, которые приходят в твою жизнь. И это настоящая лаборатория, ребята, где Бог помещает нас в определенную химическую среду, где начинаются какие-то реакции внутри нас. И нам с этими реакциями приходится что-то делать. И нам приходится как-то отслеживать их и как-то с ними работать. Слышите? Поэтому Бог однажды будет проводить тебя через различные обстоятельства. И в этот момент, в момент творческого преображения, тебе важно помнить, что хозяин этой лаборатории, творческий директор этой лаборатории сам Бог, что Бог присутствует в этом процессе. Аминь. Кто-нибудь сегодня проходит через испытание? Поднимите руку. А теперь скажи, Бог, я доверяю тебе эту историю. Я знаю, что это идет творческое преображение. Я знаю, что ты для меня хочешь чего-то большего. чего-то лучшего. Чего-то очень важного. Поэтому я просто уверяю тебя. Аминь. В этот момент очень важно оставаться в вере. То, что вы сейчас сделали, вы объявили, что вы верующие в этой ситуации. Что вы в этот момент не потеряли контроль над своей верой. Не потеряли контроль над своими эмоциями, над своими чувствами, над своим характером. Что в этот момент вы остались в вере в уповании на Бога. То есть в этот момент очень важно остаться верующими. Скажи, верующие. Верующие. Не потеряться, не осуетиться в умствованиях своих, не стать душевными людьми, но остаться верующими. Причем важно, чтобы вера твоя была действенной. Кому в момент испытания нужна не просто вера, а еще вера, которая действует, которая влияет, которая куда-то идет к победе, которая движется, кому нужна действенная вера. Действенная вера. Не просто вера такая ложная, верю терплю, сижу и верю, но вера, которая действует. Так вот, дорогие мои, послушайте внимательно. Эта вера действует к любовью. Вера действует любовью. Написано, сия победа, победивший мир, есть вера. Да, и они. Вера, она обязательно ведет к победе, она никогда не ведет к поражению. Вера ведет только к победе. Но, какой силой двигается вера. Как она действует? Как она запускается? Чем она питается во время своего движения? Так вот, сила веры в любви. Потому что во кресте Иисусе нет силы в законе, но вера, действующая любовью. вера. Есть следует любовью. Это значит, она не действует ненавистью. Слышите? Вера не действует ненавистью. Вера не действует раздражением. Вера не действует гневом. Вера не действует даже праведным гневом. Потому что написано, гнев не твоей правды Божией. Вера не действует даже справедливостью, потому что в законе нет силы, написано. Во Христе Иисусе нет сил, не имеет силы закон. Но вера, действующая любовью. О, Дух Святой, помоги нам услышать эти вещи. Послушайте, такое простое сравнение Бог мне дал, когда готовился. Самолет чем летает? Керосином. Машина чем ездит? Бензинов или солярка. Телевизор, радио, вот эта аппаратура, чем работает? Электричество. А вот вера работает, любовь. Понимаете? У веры тоже есть энергетика. У нее есть энергия, которая ее запускает. Которая дает ей мускулы. Которая дает ей способность побеждать. И вот сила веры – любовь. Вера, действующая любовью. Откройте, пожалуйста, Римлянам, пятую главу, страница 192. Страница 192. Потрясающее место. Мне очень она нравится. Аллилуйя. Некоторые говорят, где взять любовь? Пастор все понял. Вера действует любовью. Как отличник записал. Сила веры в любви. Где взять любовь? Где взять любовь? Вера есть, любви нет. Да? Где взять любовь? Я вам сейчас покажу рецепт. Мало рецептов в Библии, но вот этот очень, сто процентов, работает. Первый, второй стих как бы вводный, а самое основное стоит всего по пятой. В первом написано. Оправдавшись чем? Верой. Или законом? Чем мы оправдываемся? Делами нашими или верой? Верой. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получи Ему доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. И неси им только. То есть не благодатью только хвалимся, не доступом. Но хвалимся и скорбями. Скажи скорбь. Скорбь. Почему мы хвалимся и скорбями? Как вы думаете? Потому что от скорби происходит терпение, а терпение опытность. От опытности надежда, а надежда скорби постряжали. Потому что любовь Божья издевалась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это можно. Вы видите, какой путь проходит любовь? Откуда начинается любовь? Как думаете? Любовь, она от цветов паса. Любовь, она от яркого солнца. Любовь, она от тихого ветерка. Она от красивых слов, паса. Да нет, не хорошая. Любовь наша от скорби. Лаборатория, в которой рождается любовь, это скорбь. И я вам скажу, что это так. Скажите мне, скорбит ли женщина, которая носит ребенок? Женщины, вспомните это приятное время. Как вы любили запах мяса? Как вы вообще, какая у вас походка была, как вы легко ходили? Да? Скорб? Женщина терпит скорб. Все 9 месяцев терпит скорб. И мужчина зато рядом с ней тоже терпит. Потому что она же его достает. Хочу это, хочу другое, хочу пятое. Хочу мандаринов. Я вот объедалась мандаринов. Вообще вот так вот не могла. Просто без них не ображена. Да? Хочу... Ой, это здесь у меня нервы. Здесь у меня... Здесь мне на воздух. А сейчас срочно все форчики закрыть. Мне холодно. А теперь мне жарко. А когда рождается ребенок, разве женщина не терпит и мужчина скорб? Не, чтобы спать, а не скорбят над этой кроватью. Да? А когда растет? Вот купила бы себе обновку, не могу, дочери надо. Скорб? Скорб. А когда мужчина или парень молодой начинает ухаживать за женщиной, она, естественно, если она так... Сначала ему нет, потом опять нет, потом опять нет. Он скорбит или нет? Вздыхает дома? Переживает? Скорбит. Скорбит. Все время скорбит. Потому что любовь, настоящая любовь, она без скорби вообще никуда. Вот по большому счету. И именно в скорбях она рождается. Потому что когда очень легко все... Да? Когда без скорби, когда сегодня увидел, завтра победил. Никакой любви нет. Правда? А вот если ходил, 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 добивался, цену уплатил, выстрадал, вывалил, переживал, вот здесь любовь. Аминь. И все-таки мы любим только то, из-за чего мы с вами претерпели какое-то преодоление, какую-то скорбь. Чего мы достигали, добивались. Да? Кому важна работа или бизнес, который он со скорбями поднял? А как цельный бизнес сын, которому отец просто вот так дал и сказал, на, вот тебе выстроенная фирма, вот тебе деньги, вот тебе связи, вот тебе все вокруг. Что для него это бизнес? Он его не любит. Он не ходит туда так, чтобы заботиться о нем. Почему? А он не скорбел, когда это созидалось. Аминь. Да и аминь. От скорби происходит терпение. От терпения – опытность. От опытности – надежда. Почему? Потому что вот здесь любовь Божьей Духом изливается в сердца наши. Понимаете? И нам нужна любовь. И мы говорим, Бог, мне нужно много веры, так, чтобы горы переставлять. Да? Потому что если я имею веру Божью, я говорю, проблеме встанье, верность в море, она встает и идет на дно. Да? Но мы должны помнить, что вера действует любовью. А пот любви закаляется, просто выковывается через скорби. Давайте посмотрим, так ли это. Откройте 1 Коринфянам 13 главу. И мы сейчас с вами просто вместе протестируем, насколько действительно любовь рождается в скорби. 13 глава 1 Коринфянам 13 глава 1 Коринфянам 1 Коринфянам 1 Коринфянам. Давайте посмотрим. Здесь скорбь, здесь радость. Итак, открыли? Вообще, 13 глава и начало 14 главы – это все о любви. Наверное, это самое большое местописание о любви. Здесь есть вообще полное определение любви, составляющее любовь. И, кроме определения, здесь есть еще что-то очень важное. Постарайтесь это услышать. Мы прочтем всю главу. Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медленнящая или кем-вал звучащий. То есть Бог говорит, даже если ты крещен Духом Святым, говоришь на этих языках, да, и там имеешь какие-то другие вещи, но любви в тебе нет, то ты пустой. Ты медленнящая или кем-вал звучащий. Если имею дар пророчества, представляете, будущее могу говорить, да, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять. Даже веру имею такую, что горы могу переставлять. Но любви не имею, да, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, а то тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И дальше Бог пытается нам открыть свою истину о любви. Любовь что делает? Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истиной. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. И дальше не конец, а продолжение, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится? Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мысли, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я отчасти знаю, а тогда познаю, подобно как и опознан. А теперь пребывают все три, вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И здесь на самом деле в послании не точка, а окончание этой главы, в 14 стихе, в первоначале. Достигайте любви. Вот здесь можно поставить точку. То есть Бог раскрыл нам свою любовь. И давайте теперь посмотрим. С 4 стиха. Любовь долготерпит. Скажите, где нам нужно долготерпеть? В радости или в скорби? Скорби? Сюда ставим плюс. Следующее такое слово говорите? Что делает она? Милосердствует. Что такое милосердствует по-вашему? Это помощь. Оказывает милость. А что такое милость? Это какая-то ситуация в твоей жизни, да? Когда тебе нужно осудить. Когда тебе просится суд. Потому что противоположность милости это суд. Милость это то, что Бог явил к нам. Незаслуженное прощение. Он был умилостивлением за грехи наши. То есть Он просто взял и покрал наши грехи. Поэтому настоящую любовь она что хочет? Суда или милости? Настоящая любовь. А скажите, где такие вещи появляются? В радости нам надо решать. Ой, что же мне делать? Судить или мило быть? Или это все-таки в скорби? В скорби. Конечно, в скорби. Следующее какое понятие? Что делает любовь? Не завидует. Где это? Где это? Ой. Все, уже повысили по службе. Меня нет еще. Зарплату этому прибавили, а мне нет. Блин, купил опять новую машину, а я все на свои копейки езжу. Где нам нужно, скажите, не завидовать? Скорби или в радости? Я знаю, что по Библии радуются с радующимся, да? Ну, пока еще это процесс. Иногда. Сюда. Следующее что? Какое слово? Не превозносится. Да? Что такое превозносится, скажите? Что такое превозносится? Я умнее. Нет цветной зеркальца, скажи. Да? Я на свете всех умнее. Всех румянее, белее. Всех правее. Я или не я? Да? Где обычно нам нужно правоту свою являть? Опять же в спорах каких-либо, да? Опять же, ну, хорошо, но где-то с натяжкой можно, конечно, и в радости, потому что радость тоже выносит. Там, если вдруг тебя повысили, то берегись, чтобы тебе не упасть, да? Если думаешь, что стоишь. Поэтому давайте туда и туда отправимся, потому что часть здесь, часть здесь. Хорошо. Следующее что у нас там? Ну, это примерно то же самое, да? Превозношение, гордость. Гордость предшествует. Падение мы знаем. Гордыня-то это вообще вот. Я знаю, потому что я знаю, будет так, как я сказал, ваше мнение меня не волнует. Да? То есть я сам всю сам. Это вот гордый человек, которого просто не переспоришь, не переубедишь, не согнешь, не сломаешь. Да? С таким человеком очень тяжело на самом деле. Дальше что? Не бесчинствует. Что такое бесчинство? Что такое бесчинство? Ну, чин – это как бы тот, кого нужно уважаться, да? То есть тот, кто вообще ведет себя неуважительно. Бесчинствует – это, ну, хамит, другими словами, да? Хулиган. То есть вот нет ни субординации, ни уважения, ни почтения, да, ни трепетного какого-то отношения, ни дистанции, ни вот этих правильных вещей. То есть бесчинство – это где обычно проявляется, опять же? Когда вот это вот, ну, хамство, оно где? Когда бесчинство, когда хулиганство? Ну, тоже скоро. Дальше. Давайте активнее, активнее. Не ищет своего. Это где? Где мы начинаем искать своего? Когда своего не хватает, да, тогда чужого речи. Ну, а когда своего не хватает, это родский сгод? Сгод, его сгод. Да? Когда у нас вот этот вот одеяло там для себя, наследство, папа отошел в мир и ноль, да? Как там завещание, интересно? Кому что оставили, да? Где начинаются эти вещи? Где начинается этот поиск своего, когда мне главное – доказать свое, опять же, свою правду доказать? Это мне принадлежит. Следующий, не раздражается, ну, это уж вообще сто процентов, да? Это сто процентов сюда. Точно знаю, в радости видно раздражительных людей. Ох, как надоело мне это солнце! И светит, и светит каждый день, терпеть не могу, да? Или там, какие дети послушные, такие ли прям ужасные, слушаются и слушаются каждый день. Да? Не бывает. В радости раздражение – это очень метод, да? Радость, она чужая радость раздражает. Своя – нет, никогда. Да? Все здесь. Раздражение – это точно сюда. А как насчет не мыслить зла? Как насчет не мыслить зла? Скажите, у кого было такое? Полслова где-то услышал, а домыслил. Во! Причем все негативно. Да? Как вообще у нас насчет того, чтобы помыслить злоем? Вот нет, чтобы вот к этому, да, к этим двум предложениям, прибавить бы что-нибудь хорошее, повернуть бы их в плюс. Так ведь нет. Нам же надо таких триллеров нагнать, что уже, когда человек приходит, ты уже такой дышишь злобой. Где был? Да? Потому что уже все дорисовал. Уже намыслил столько зла, что потом некоторым приходится долго-долго говорить, что не верблю на самом деле. Понимаете? Откуда всякое неврадость указано? В скорбях это чаще всего происходит. У страха глаза великие. Не радуется неправде. Не радуется неправде. Вообще, где? Где у нас неправда-то чаще всего происходит? Опять же, когда какое-то испытание, когда какая-то проблема, и ты так радуешься, когда брат твой наконец-то упал. Блин, слава богу. Я знала, что так будет. Я говорила, что посеял, то и пошел. Ха-ха-ха. Ну так или не так? Да? И мы такие, вместо того, чтобы любить врагов наших, говорим, вот, не говори в улице праздники. Я же говорила, я же предупреждала. Я сколько раз говорила? Хоть в комнату говорите, что говорила, говорила, говорила. Да? Сюда? Все покрывает. Сорадуется истине? А, а ведь точно, сорадуется истине. Ну, сорадуется истине. А когда узнаешь, что не так, как ты нахуй, что так? Ну, все равно я пробую. Да? Он узнал, что ну не так уже, понимаешь? Ну, по-другому маленько. Ну, кукут. Холодный ум, это очень тяжело. Да, Скорбель? Вот здесь, это очень тяжело, потому что там гон начинается. Там мозги кипят, душа кипит, и ты уже готов доказать, во что бы ты ни стала, это называется. Да? Нет, чтобы порадоваться истине. Если ты узнал, что это не так, и сказал, ну ладно, слава Богу. Да? Потому что это не от любви, это от других вещей. Все покрывает. Скажи, все. Еще раз, все. Может, только некоторые части? Нет, все. Настоящая любовь, ребята, вот настоящая, божественная любовь. Все покрывает. Не раскрывает. А покрывает. Есть любители раскрывать. Вследствие ведут знатоки. Знаешь-таки? Надо раскрыть дело 666. Шаму пойдем раскроем. Да? От любви большого, что ли? Настоящая любовь. Как было сною. Помните? Да? Пришел сын. Один. В семье не безурода, говорят. И раскрыл наготоваться. Да? А другие пришли, вместо того, чтобы не то, что закрыть, а чтобы даже перед ними он не был опорочен. Вот так спину зашли, чтобы не видеть его. и на ощупь закрыли его наготову. Аминь? Потому что они действительно любили его. Настоящая любовь все покрывает. А как на счет того, чтобы всему верить? Я же тебе двадцать раз уже сказал. Люблю я тебя. Ну, не знаю. Не верю. Докажи. Где подтверждение? Так или не так? Но это не настоящая любовь, которая ищет доказательства. Она просто всему верит. А как на счет всего надеется? Ну, уже столько раз сдавали. Ну, уже столько раз тебя кидали. Ну, уже столько раз, ну, сколько можно. Мне часто говорят, «Пастор, снимите розовые очки! Сколько уже можно? Ну, сколько?» Проходит какое-то время. Ну, что я могу сделать, если у меня такое внутри природы? Я все равно надеюсь. Потому что мне больше всего надеется. И больше всего мне нравится. Нет, точнее, больше всего. Все переносит. Все переносит. А, кстати, мне забыли писать, да? Ну, на самом деле, я-то он все писал, ребята. А ну, все будет здесь вот в основном. Вот как ни крути, вот в основном все вот здесь. И все переносит. Классбэк. Она сама все переносит, понимаете? Вот настоящая любовь, она все сама переносит. Она не сплетни, не переносит. Вот есть такие, «Не ходи переносчикам народа своем», знаете, да? А они такие, только узнали, подхватились, «И понесли». И понесли, бегом туда понесли, сюда понесли. Вот настоящая любовь, она вот так закрыла рот, и все переносит. Сама переносит. Внутри переносит. В ней достаточно силы, чтобы справиться с этими вещами. И никогда не перестает. Потрясающее вообще обетование здесь. Никогда не перестает. До этого было все перечислено, и как бы Бог сказал, ну самое главное, может быть, что-то еще здесь, ну, не упомянулось, да? Но это тоже, по-моему, настоящий любовь никогда не заканчивается. Нет такого, знаете, это мирское выражение, от любви до ненависти один шаг в район. Это была не любовь. Потому что настоящая любовь никогда не перестает. Аминь? Я знаю, что нам сложно это. Я знаю, что в нашей голове какие-то такие, может быть, много вопросительных знаков появляется. Это нормально. Это нормально, потому что наша любовь, она еще трансформируется только в Божью любовь. Она учится быть не душевной, основанной на чувствах, она учится быть духовной, основанной на сути Божьей. Потому что Бог есть любовь. И сегодня, на самом деле, когда Бог проводит нас через эти скорби, в которых рождается вот эта любовь. Слышите, вот почему все плюсы здесь? Потому что это лаборатория любви. Многими скорбями надлежит войти в Царство Божье. Не потому, что Бог нас хочет в конец замучить, а потому что Бог хочет вырастить в нас любовь. От скорби происходит терпение, от терпения опыт, но с отопленности надежды. Любовь же Божья Духом изливается в сердца наших отоплений. Понимаете? Сегодня, может быть, твоя ситуация тебе непонятна и неясна. Вот почему в этой главе есть следующие стихи. Смотрите, здесь же не закончили о людях говорить. Бог говорит, сегодня ты понимаешь, что ты отчасти только знаешь. Вот эту ситуацию, в которую ты попал, вот это обстоятельство скорби, в которое ты сегодня помещен, в которое ты проходишь, ты не видишь все. Ты знаешь только написано отчасти. Более того, есть такой момент, есть такой процесс, когда ты вообще, когда пытаешься в чем-то разбираться, ну ты пойми, ты как младенец сейчас говоришь. Ну просто по-младенчески рассуждаешь, по-младенчески мыслишь, по-младенчески сегодня даешь какие-то оценки этой ситуации, даешь какое-то определение, анализ какой-то. Потому что ты только достигаешь этой любви. И написано все, что ты сегодня видишь, видишь как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Вот почему нам нужно быть очень осторожными во время скорби, во время испытаний. Поймите, да вы ничего не знаете, что происходит сейчас в духовном мире. Вы видите, как сквозь тусклое стекло. Вот поэтому мы занимаемся этими гаданиями. Слушай, а может быть вот это вот? Не, наверное, она вот это вот думала. А наверное, вот это вот? А может быть вот так вот? И мы занимаемся действительно этим гаданием. Потому что ясности нет. Мы не знаем до конца это обстоятельство. Мы не знаем, почему Бог допустил. Но Бог говорит, послушай, как тебе сегодня ориентироваться, когда перед тобой вот это вот гадательное стекло, да, тусклое стекло, и ты знаешь только о части, не видишь только часть Божьего плана. Что тебе нужно делать? Самое главное оставаться в вере. Оставаться в вере, что Бог знает, как разрешится эта ситуация. Потому что Он, Омега, ребята, Он последний. За ним последнее слово. Не за нами. Нельзя нам выносить вердиктов, нельзя нам выносить приговоров никому и никогда. Почему? Да потому что последнее слово не за нами. Чтобы нам потом не быть в посравлении, чтобы нам потом не быть в поругании, нам нужно понимать, Он начал и Он закончит. Он Альфа и Он Омега. Что Он хочет сделать через эту ситуацию? Мы не знаем. Но почему-то Он пропадет своих библейских героев через серьезные скорби. Почитайте Псалом Игра. Сколько там мест о том, как в тесноте все молили, Господи Господи, Господи. А то, как скорбят моих пришел Бог в утешку. Да? А я гопль мой поднял Господу. Откуда это? А что делали враги в этом молитве? Они пытались еще большую причину боли, да? А что делал Давид? А я буду возлагать всю заботу на Него, ибо не даст им поколебаться праведнику. Аминь. Очень важно нам с вами в этот момент сохранять веру и конец истории видеть в Его руках, любящим Его, призванным по Ему изволению. Все содействует ко благу. Просто стоять на этом. Просто держаться этого обетования. Смотрите, в конце этой главы Бог нам просто оставил маяк. Он говорит, пойми, я буду проводить тебя через формирование любви. Потому что если даже ты супер-супер-супер ученый, христианин, всю Библию знаешь наизусть и пророчествуешь и крещен Духом Святым и молишь на их языках, твои люди в тебе, нет? Ты ничто. Ты пустой. А вера действует любовью. Да? Поэтому Бог говорит, смотри, все вот эти вещи, знаешь, где я тебя научу? Знаешь, где ты научишься долготерпению? В скорби. Знаешь, где ты научишься не гордиться? Знаешь, где ты научишься не искать своего? Знаешь, где ты научишься милосердовать? Знаешь, где ты научишься все покрывать? Знаешь, где ты научишься прощать? Бог помещает нас в эти ситуации с одной единственной целью, чтобы поднять у нас любовь. Не доказать правду, а поднять у нас любовь, вырастить ее. И вот наш лаяк. Бог говорит, плохо тебе сегодня? Вообще, часть знаешь, часть не знаешь, часть понимаешь, часть не понимаешь. Но помни, твои суждения младенческие, да? Ты видишь, как бы сквозь тусклое стекло. А дальше он говорит, а вот выход, тринадцатый стек. Читаем все. Что важно, чтобы в этот момент пребывало в твоем сердце, в твоем разуме? Вера, надежда, любовь. Он говорит, вот твой маяк. В этот момент верь, в этот момент надейся на Господа. И знаешь, что делали в этот момент? Любим. Отчаянно любим, потому что любовь больше. И дальше понятно, что трудно. Мы говорим, их нельзя. Мог нельзя их любить. Он говорит, я что, я сказала, что это легко, что ли? Я же, я сказала, достигайте любви. Знаете, что такое достигайте? Вот, кто-то думает, любовь или есть, или нет. В раке. Это дар дается дар. А любовь это не дар, ребята. Любовь это плод. Это плод духа. А знаете ли вы о том, что плод надо выносить, вырастить, поскорбеть? Это не дар. Нет дары любви, ребята. Есть плод духа. То есть, это стройка. Ты эту любовь строишь внутри себя. Ты ее формируешь. Ты ее взращиваешь. Ты достигаешь уровня этой любви. Любовь не приходит просто так, взяла и навалилась, как мы иногда думаем. Ох, Бог дар, дай любви, дай любви, дай любви. А вот у себя тестируем. Чувствую или не чувствую? Пришла или не пришла? Есть ли? Нет, пришла. Это не дается тебе сверху. Это не наваливается на тебя. Это не как дары, которые описаны дары Духа Святого. Но плод духа, любовь, плод. Скажи, плод, плод. Любовь это плод, ребята. Если ты ее не вырастил, ее нет. Помните этих девчушек, которые вставили, воспитывались, да, и их пробовали потом адаптировать в жизни, в обществе? Если в них не вложили в любви с детства, они не могли любить. Они рычали, как волки, они грызли мясо, они бросались на людей, да. Почему? Потому что любовь, она выращивается. Она сначала засевается, да, она сначала вкладывается, а потом она растится, растится и растится. Вот почему недолюбленные люди, которые в детстве не были любимыми, они потом и сами любить не могли. Только потому, что в них это семя не было заложено. Только потому, что не из чего было им растить эту любовь. Но даже если их любили, это все равно не та любовь, ребята. Мы о другой любви говорим, о божественной любви. Она вот такая, о которой мы сегодня читали в 13 главе. Смотрите, когда вот происходит скорбь, потому что мы сейчас вот об этом говорим, не о радости. Мы говорим вот об этой скорбь. Когда начинается с нами эта творческая работа у Господа, когда Он формирует внутри нас эту любовь, послушайте, это будет происходить через вот эти действия, через помещение нас в долгой терпении, через помещение нас, чтобы не превозноситься, чтобы не гордиться. Для этого же нужны определенные обстоятельства. Понимаете? Для этого нужны определенные ситуации. Потому-то и происходит сегодня в твоей семье, на твоей работе, с твоими друзьями, еще где-то, какие-то обстоятельства, где тебе нужно как-то дать реакцию правильную, химическую. Тебе нужно проявить внутри, из себя, не то, что хотелось бы проявить по закону. Да? Но во Христе закон не имеет силы. Но вера, действующую любовь, тебе нужно проявить другую реакцию. Ту, которая не по миру, ту, которая не по мозгам. И пусть даже здесь все кипит. Знаете, что надо делать? Надо бежать и молиться на их языках. Нам в эту среду наш епископ Владимир Яковлевич давал часть этой темы «Достигайте любви». И мне так понравилось, когда он сказал, когда все внутри кипит, если хочешь, чтобы не было осадка, идти в вздыхаемых языках. Да? Потому что, когда не знаешь, о чем молиться и как должно, сам Духа натальствует за нас в вздыхании и неизвлеченными. Но не нужно кипеть, не нужно позволять, чтобы вот это вот начало у тебя срываться суст, гнев, раздражение, ярость, злоба, злоречия. Написано, это огорчает Святого Духа. Это огорчает Святого Духа. А любовь нам помогает простить. Кто? Это было Духа. Любовь излилась в сердца наших кем? Духом Святым. Без Духа Святого тебе не перенести эти испытания. Без Духа Святого тебе не научиться настоящей божественной любви. Поэтому твоя любовь не в мозгах. Если здесь все кипит, если не хочешь, чтобы был осадок на душе, не кипятись. Не кипятись. Закрой руку, уйди в другую комнату и молись на языках. Молись до тех пор, пока власть над твоими чувствами, над твоими эмоциями не возьмет Дух Святой. Чтобы ты не управлял этим, а не гнев управлял тобой, раздражение управлял тобой, ненависть, злоба, злоречия. Аминь. В чайнике когда бывает накид? Когда кипит. Осадок когда бывает на душе? Когда кипит наши разы возмущенные. Понимаете? Вот накипелец, так что пузыри идут. Да, все бурлит, все бурлит. Потом ушел, вроде правильно бурлил. Вроде все по справедливости, а так неприятно. Осадок на душе. Да? С кем такое бывало? Раньше бывало. А сегодня уже есть опытность. От скорби происходит терпение. От терпения что? Опытность. Мы приобретем этот опыт. И через вот эти ситуации, через каждую скорбь мы будем все опытнее и опытнее. Мы будем все больше любить наших врагов. Мы научимся любить их уже на третий день. Потом на втором. Потом на первый. Потом уже в момент, когда они нас будут. Мы будем гореть. Как крест Рой, да? Если бы ты разрезал меня на мелкие части, в которых наркоманом служил, каждый из них говорил, я люблю тебя. Да? Да? Мы должны достигать эти люди. Это на самом деле Божья мечта о нас, чтобы мы были людьми любви и людьми справедливости. Во Христе Иисусе не имеет силы закон, но вера, действующая любовью. Услышьте это. Как часто мы с вами берем Писание для того, чтобы искать справедливость, а не любовь? Мы берем Слово как меч и используем его для того, чтобы искать справедливости, а вот Слово Божье вот так, и вот так, и вот так. И при этом мы говорим, я же люблю тебя, поэтому и убиваем. Я тебя породил, я тебя и люблю. В скорби нам нужно исполняться Духом Святым, молиться на них языка, пока не придет мир, пока Дух Святой не омоет наш разум, вот этот кипящий, да, не обновит наше мышление, и мы не исполним все его мудрости. Посмотрите, что написано в Акаве. В скорби нужно проявлять мудрость. Иаков, 3 глава. Откройте, пожалуйста. Иаков, 3 глава. Иаков, 3 глава. Вообще вся 3 глава, знаете о чем? О языке. О том, что язык это, ух, это язык, особенно в скорбях, такого намерить, такого наметет, такого нам говорит, да, и вот он говорит язык, это неудержимое зло, прекрасно, неправда, такого вообще насочиняем. Но смотрите, что в противовесе языку было, ребятка. Если все первое главу на языке, о языке, о языке, да, о языке, о языке, то в третьей, посмотрите, в 13-м стихе. Иакова, 3-13, 171-я страница. Все открыли? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вы знаете, что нужно в скорби ощутить внутри себя, найти внутри себя? Доброту надо найти. Нужно в скорби остаться добрым, неожесточенным, не злым, не обиженным. Но Бог говорит, сколько бы ты не рассуждал своими мозгами, сколько бы ты сейчас аргументов не приводил, какие бы ты не слагал речи внутри себя, если ты действительно разумен, если ты действительно мудр, докажи это. На самом деле добрым поведением. Не злым. Поведение это конкретные действия, дела, что ты делаешь. Вот посмотри, в момент скорби, что ты делаешь? Какие твои действия? Добрые или злые? Но если это действительно мудр, от Бога мудр, то докажи это добрым поведением и мудрой кротостью. Что такое кротость? Это когда я имею власть. Что такое кротость? Кротость это не означает терять обвиняемую. Нет. Кротость это, как Моисей был кратчайшим человеком на земле, да? Так назвал его Бог. И у него была власть, Марианне поразить сеструку своей проказы. Вести с Ааромом. Ну, вернее, не поразить ее, а дать вообще ее Богу там. Мы же любим иногда. Я даю место гневу Божью. Не мне отмщения, ты вас дашь. Ибо поступаю так. Я собираю горящие дыры, на том, на него. Ну, что это так, что ли? Я про себя говорю, вы, конечно, не такие. Вы сразу прощаете у вас всего сердца. А мне вот так бывает еще. В такой момент так охота увидеть, как башка дубится. И так пожарче, чтобы было. Но мудрая кротость, она не такая. Мудрая кротость. Она понимает, что ты в этот момент. Она говорит, не хай с ним с этим врагом. Господь разберется. Какая моя реакция до твоего? Мне это надо сохранить доброе поведение, мудрую кротость и вырастить любовь. Ты так люблю, 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 люблю. Да? Нет, на самом деле ты исполняешься Духом Светом. И ты ищешь действительно внутри себя долго терпение, велосердие. Ааа, чтобы не твое было. Да? Чтобы там все покрыть, чтобы не перестать надеяться, чтобы продолжать верить. Ты ищешь себе эти люди? Потому что мудрость от Бога. Смотрите, если в вашем себе оцените горькую зависть не хвалитесь, не убрите на истину. Вот всякая сварливая, знаете, такое сварливая, Ну, что такое сварливая, Это говорит, как сварливая жена, это как сточная труба. Да, почему-то вот такое сравнение с точной трубой. Сточная труба, ну, что делает? Сливает все. Вниз. Да? Такая сливная труба. И вот это сварливая. И о чем мог говорить-то? Он говорит, это вообще и мое. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная и какая? Бессовская. Не хотела бы я вырастить плод духа бесовщину. Понимаете? Потому что это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где вот эта самая сварливость, там не устройство и все худое. но мудрость, сходящая свыше, какая? Выучите наизусть. Чиста, мирна, скромна, послушлива, полна чего? Что такое милость? Это противоположность суду. Милость возвышается над судом, она не судит, милость, она покрывает грехи, она оправдывает. Добрый плодок, беспристрастно, это значит холодный ум, спокойный ум, не который кипит и бурлит, а беспристрастный и нелицемерный. Плод же правды сеется у тех, которые хранят мир. Пока ты не обретешь состояние мира в своем сердце, пока ты не обретешь соединенность с Господом, который держит все в своих руках, не передоверишь ему всю эту ситуацию, ты вообще о правде даже не помышляй или не найдешь. Потому что плод правды сеется у тех, которые хранят мир. Насколько сегодня в твоем сердце мир? Насколько вот в этой ситуации, какая бы она тяжелая, сложная сегодня не была, насколько ты способен этот мир хранить? Знаете, что такое хранить? Это значит, на него все время будет кто-то посягать. Потому что хранили что? Хранили, да? Нужны были охранные стены, нужны были заграждения, нужна армия для того, чтобы охранять территорию государства. Сегодня твоя задача, что бы ни происходило в твоей жизни, сохрани мир. Потому что только в этом случае ты можешь принять от Бога плод правды. Аминь. И вот она, мудрость, ходящая свыше. В ней нет ни раздражения, ни гнева, ни эмоций, ни ярости. Она не мыслит зла, она не прибавляет ничего, она не переворачивает, не толкует, как ей удобно. Знаете, я вообще поняла такую очень важную вещь. Как важно не само событие даже, а как ты его истолковываешь. Я вот в эти дни размышляла о слове Божьем, да? Я поняла, откуда взялись эти католики, протестанты, там, кто у нас там еще есть? Православные наши откуда они взялись, как вы думаете? У всех была одна и та же Библия. Одна и та же, один и тот же канон. Но они взяли и истолковали так, как им хотелось. Проблема не в Слове Божьем и не в Иисусе Христе, который одинаково написан на всех страницах Писания. Но человек толкует через призму своего менталитета, понимаете? И именно человеческое толкование, оно придает ту или иную окраску в любой ситуации, в любой вещи. Поэтому важно, как ты истолковываешь любое событие. Знаете, если у вас природа Бога, первое, что вы будете искать, оправдание. Потому что наш Бог оправдывает. Мы познали новое имя, его Господь, оправдание наше. А знаете, какая природа дьявола? обвинять. Потому что написано, он обвинитель братьев наших. Аминь. Какую природу ты поднимаешь в себе? Что тебе вообще больше нравится, обвинять или оправдывать? Помните эту сказку? Казнить нельзя? Помиловать. Вот тебе что больше нравится? Казнить сегодня? Или помиловать? и дело не о ситуации, а дело о твоей природе. Какое толкование ты хочешь? Себе ответь на этот вопрос. У себя спроси, тебе что больше нравится? Тебе что приятнее? Знаете, я однажды написала себе, меня невозможно обидеть. А сейчас я поняла, дело-то не в обиде вообще. Вот я настолько поняла, как это здорово любить. Вообще быть в любви это наслаждение. Любить намного приятнее, чем ненавидеть. Понимаете? Прощать вот по внутреннему человеку я нахожу большее удовольствие в том, чтобы любить, чем в том, чтобы обвинять или ненавидеть. Правильно это, неправильно, я не знаю, но я не могу долго быть в этом состоянии верности или вражды или еще, но просто не могу. Ну что, культивировать что ли это в себе? Заставлять себя написать мне какие-нибудь слова и говорить «нух!» «нух!» Но зато когда ко мне возвращается вот это состояние любви, вот мне внука, мне это нравится, любить приятнее. Аминь! потому что нас отравляет не то, что извне, ребята, нас отравляет то, что изнутри. И если ты находишься в состоянии ненависти, тебе плохо. Не тому, кого ты ненавидишь, у него уже давно нет никаких проблем. Бог свою творческую лабораторию с ней проводит. Аминь! Выходите с этой территории, убегайте с этой территории, потому что это не территория Бога. Бог есть любовь. Аминь! И настоящая Божья любовь, она серьезно отличается от любви человеческой. Да, мы не были младенцами, в Ефесянах написано, но истинную любовью возвращали все в Иисуса Христа. Послушайте, чтобы не пришло в вашу жизнь. Вот оно пришло в вашу жизнь, скоро какие-то испытания, проблемы какие-то еще, когда вы их принимаете. И когда в этом испытании вы достигаете любви, вам бы надо сейчас возненавидеть, вам бы надо сейчас раздражаться по мирским понятиям, по справедливости, да? А ты говоришь, Бог, я понял, мне сейчас надо достигать любви. Ну написано же любите врагов ваших. Ребята, не написано терпите их просто. написано любите. Ну как достичь этой любви? Ты говоришь, Бог, я не могу, это и нормально. Нормально. Все получится. У тебя все получится. Почему? Давайте еще раз ременом. Почему у тебя все получится? А потому что от скорби произойдет терпение, от терпения и опытность, от опытности и надежда. Надежда же не постыжает, потому что любовь, Божья, сделай сердца нашим Духом Святым, да? Ты молишься на их языках, ты отдаешь эту ситуацию Господу, ты доверяешь Ему. А дальше смотрите, что написано. Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. Кто из вас знает, что мы враги Бога были в покое? Мы были Его враги. А Он что сделал? Он взял нас и возлюбил. А мы были враги Его. Мы на самом деле были стопроцентные враги Божьи. Кто был Павел? Враг Иисуса Христа гнал Его вообще изо всех сил. Да? И здесь дальше смотрите, что написано. Ева... сейчас. Восьмой стих. Ну, врагами мы были. А Он что сделал? Как врагам по заслугу. Да? Взял и добил врагов вообще. Есть в своей жизни сегодня враги? Ну, по крайней мере, те, которые тебе мозги твои подставляют как враги. Ну, вот если есть, умри за них. Умри за них. Молись за них. Прости для них Божьей благодати, Божьего обеспечения, Божьей милости, Божьего благословения во все житницы. Просто убирай в этом, потому что это сверх так молиться за врагов. Легче подохнуть. А слабо Господь говорил. А Христос, когда мы были еще врагами, что сделал? Умер за нас. Бог говорит, враги не кончатся в твоей жизни до тех пор, пока любовь не выращена. Вот пока не увижу, что ты научился любить врагов своих. Да? Будем тренироваться. Они не враги твои, а не тренажеры твои. Пошли заниматься. Духовное упражнение полезнее физических, он говорит. Почему? Да потому, что Бога интересует наша начинка. Из чего мы сегодня с вами состоим? Ребята, если мы ничем не отличаемся от мира, но в мире так, око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, тебе наступили, а ты пень не посильнее. Понимаете, это в мире так, а в Боге есть что-то другое. Любовь мирская, она душевная, она бесовская, она такая, как это мало быть? Ну, это же ужасно, это же невыносимо, надо же теперь вывести все на чистую воду, надо всех покарать, всех к стенке, расстрелять, и как будто потом легче станет. Чего дальше-то? Ну, расстреляли, и че? Думаете, больше не будет таким? Через определенное время аналогичная будет ситуация. Почему? Потому что ничего не было, почему Бог хотел на тебя внести. А Он хотел тебе сказать, что многими скорбями принадлежит врать и в Царство Божие. И я научу тебя через эти скорби необыкновенному переживанию любви. Когда ты вот так будешь умирать и говорить, прости, мы бы не ведут, что творят. И будешь молиться загонящим тебя, благословлять проклинающим тебя, благотворить ненавидящим тебя. Слабо? Так он на это опоро. Аминь. Потому что, ребята, вера действует к любовью и никаким другим средствам, она не действует и бензином, и керосином, и электроилогией. Вера действует любовью. Аминь. Хотите такую веру? Удивите мир любовью. Любовью удивите мир. Судом не удивите. Мир только и занимается тем, что осуждает друг друга. Аминь. А вот любви дефицит. И знаете, когда у меня Вадим Леякович нам говорит, он говорит, я когда был еще маленький, я думала, духовные люди это те, которые на их языках говорят. Вот Бог дал им счастье, они говорят на нем языках, а я в доме очень я бы крещен духом слуху. Но когда говорит, я вырос, я стал понимать. Да не в языках вообще дело. Настоящие верующие и настоящие духовные человек. И вообще в чем духовность или зрелость, да? А в том, насколько ты сегодня способен любить. Понимаете? Написано, любовь для того совершенства достигает вас, что вы имеете дерзновение в деть сюда. И совершенная любовь изгоняет всякий страх. Любовь достигает совершенства в вас. Она растет в вас. И растет она через скобы, через испытания, через проблемы, через людей, через людей. Ну как еще вот нам? Вот люди, люди и люди. Последнее место писания. Откройте. Первая глава Иоанна. Вообще потрясающее первое послание Иоанна. Но все о любви. Это моя любимая книжка вообще в Гиблии. Евангелие от Иоанна любимая из четырех. И вот эта вот книга. Послушайте. Здесь написано конкретно четвертая глава, 182 страница седьмой седьмого стиха. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Понимаете, нет? Нам не нужна любовь чувства. Нам нужна любовь суть. То есть то, из чего мы состоим. Мы из нее должны состоять. Мы не должны ее просто переживать, ощущать или чувствовать. Ребята, любовь и чувство это еще разные вещи. Это не мурашки. Это не мое настроение. Любовь просто это то, из чего состоял Бог. Из чего состоит Бог. И мы, как дети Божьи, должны из этого состоять. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного сына, чтобы мы получили жизнь через него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал сына своего в его сцепление за грехи наши. Да? Не мы возлюбили. Но не ждите вы ответную реакцию. Не ждите вы, не ищите вы того, чтобы вас полюбили. Потому что настоящая любовь, она не ищет своего, чтобы ее полюбили. Написано не в том любовь, что мы возлюбили Его. А в чем? Он возлюбил нас прежде. Сегодня вас кто-то ненавидит, а вы любите в ответ. Сегодня кто-то раздражается против вас, а вы любите этих людей. Сегодня кто-то пытается все перевернуть, а вы любите этих людей. Почему? Да потому что вот это и есть Божий любовь. Суть Божьей любви не в том, чтобы искать им дверь. Вот эти вот искатели, знаете, да, в церкви таких тоже много. В церкви нет любви. А ты кого полюбил? Ты кому отдал? Не мы возлюбили, но Он возлюбил. И послал Сына Своего, да? А дальше, смотрите, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот так. Как Он. Не так, как мы привыкли в мире, а так, как Он. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Из 16-го прочитаем. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Класс. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем верновение в день суда. И вот это мне нравится с 18-го. В любви нет страха. В любви нет страха. Послушайте, если ты любишь, ты ничего не боишься. Вот я вам сегодня говорю, я ничего не боюсь. Потому что у меня уже получается. Я не боюсь, что бы ни было, потому что я могу испытывать состояние любви. Мне для того, чтобы быть в состоянии любви, не надо, чтобы меня любили. Понимаете? А когда тебе не надо, чтобы кто-то культивировал в тебя эту любовь, ты можешь сам быть этой любовью. И тогда ты ничего не боишься. В любви нет страха. Но совершенную любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящаяся несовершенную любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит, мы будем достигать любви в скорбях, в которых будут люди во взаимоотношениях. Именно во взаимоотношениях с людьми будет Бог померовать нашу любовь. Именно проводя нас через какие-то определенные испытания, вводя нас в это состояние раздражения, может быть гнева, может быть обиды, может быть непрощения, проводя нас через эти скорби, мы будем тренировать нашу любовь. Понимаете? Именно через тех, кого мы видим. Потому что когда я Бога люблю, я так Бога люблю, а того, кто рядом с тобой просто готово вот так порезать на куски, то представление о любви пока еще этот человек не имеет. Аминь. Что-то услышали сегодня для себя? А мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего. Причем знаете, какого брата? Любого. Не того, который тебя любит. Не того, который делает все правильно. И никогда не падает. И никогда не огорчает. И никогда не разочаровывает. Родители, честно скажите мне, ваши дети вас когда-нибудь разочаровывали? Конечно. Разочаровывали? Конечно. Сильно разочаровывали? Нормально. Вы их любите? Почему? Хорошие дети. Почему? Потому что они наши дети. Жены, вас, мужья, разочаровывали когда-нибудь? Придавали? Изменяли? Любите? Невероятно. Что-то у нас есть уже в его любви маленько. Да? Вот через эти связи он нам показал. Вот она. Да, тебя предали. Да, тебя разочаровали. Но он нам дал, по крайней мере, самых ближних. Чтобы мы поняли хотя бы чуть-чуть, что же это такое. Переступить, все покрыть, всему поверить, всему надеяться. И продолжать двигаться дальше. Аминь. Только он говорит тебе теперь это, вот как детям, вот как женам, вот как мужьям. Тебе бы надо перевести это на братьевых и на сестер, на всех людей. Да? Тебе бы нужно научиться вот такой же любви Агапе, которая бежит быстрее в своей памяти от плохого. Не мыслить, ладно. Не радуется неправдой. Да? Не вспоминает каждый раз. Не выпряхивает наружу все грязное белье. А та любовь, которая, она наоборот ищет поводу. Ну как бы оправдаться? Ну как бы оправдаться? Ну как бы, ну что бы вот еще? Ну вот дайте мне еще какой-нибудь аргумент. Да? Когда ты внутри себя ищешь, я бы еще какой-нибудь довод нашел, чтобы оправдать. Я бы еще какой-нибудь. Почему? Да потому что ты, по сути, как Бог. Знаете, что делает наш Бог из-за своей любви? Двадцать четыре часа ищет, как нас оправдать. Он не ищет, как нас примить, осудить, там, зарезать вообще окончательно. Написано, даже если мы и согрешаем, имеем хотатые перед Богом. Иисуса Христа. Он заступается за нас. Настоящая любовь всегда заступается. Да или нет? Кто хочет, чтобы вот так любили? Я понимаю, что когда вас другие говорили, они говорят, ну не знаю, не знаю. Когда спрашивают, а тебя хочешь, чтобы так любили? Чтобы за тебя всегда заступались. Вот ты упала, а они взяли и заступились. Хочу, конечно, Господь. Поэтому мы так Иисуса Христа любим. Потому что мы знаем, у нас есть застолбили. Принимает такими, какие мы есть. Семь раз упадем, он нас помоет. Очистит, опять поставит. Да? Как нам это нравится? Не, 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 не. Бог говорит, ну вырасти в себе такую же любовь. Потому что вера действует. Любовь, любви. Саша, нашел? Сейчас просто я хочу, чтобы вы послушали одну песню. Мне очень понравилась эта песня. Я услышала эту тренинг, я на любви. Она, там есть такие слова потрясающие. Там нет, это в Иисусе Христе, в мирской песне. Но я знаю, что талантливые люди в мире, а не талантливая Бога. И вдохновение приходит от Духа Святого через их дар точно так же. И там есть такие слова. Настанет день, когда исчезнет злость и подлость людская. Как вы думаете, о каком мире идет? Я сразу туда поставила. Это день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А дальше написано. И потечет река мелодии и света. Ну кто свет истины? Ну Иисус, конечно. Откуда мелодия? Да потому что поклонники будут поклоняться ему в духе и виски. Потому что наш Бог живет среди хвалы, да? И вот, не знаю, в таком еще на тренинге она очень сильно меня коснулась. Ну просто вот я переживала действительно любовь к Божьей в момент этой песни. Потому что любовь к Божьей можно переживать всегда и везде. Поэтому сейчас закройте свои глаза и просто взгляните от Духа Святого в вашей скорби, в вашем испытании. Любовь, подкрепление. И постарайтесь стать этой любовью. Саша, включай. Прибавь, прибавь, хорошо. Настанет день, когда исчезнет ложь и подлость. Любовь, подкрепление. Любовь, подкрепление. И потечет прикатом ленья и света. Я знаю, под созвездиями мира и счастья. На просторах места и небо дня, только в любовь. Только в любовь, только в любовь, и я, и я, и я, и я, и я, и я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я верю, что любовь побеждает. Аминь. И если вера действует любовью, то пусть в нашей вере будет настоящая любовь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok